Сегодня я посмотрела программу по телевизору по поводу качества еды, которую мы сейчас употребляем. И была речь о рисе, о китайском пластмассовом рисе, который добрался и до российских магазинов. И была речь именно об этой марке. Хочу сейчас проверить. Вот она. Положила кошку немножко и подношу к огню. Посмотрим, что случится. Сейчас пока ложка разогревается, пока еще ничего не происходит. Ну, вроде бы на вид обычный, хороший рис. Я когда выбирала, старалась покупать не самый дешевый, что называется. Ну, рисковать не хочется, конечно, своей жизнью, своим здоровьем. Из-за каких-то лишних 20-30 рублей. Ну, сейчас посмотрим, рискуем ли мы или что-то. Ну, я вот насколько могу наблюдать сейчас уже. Рис меняется, он побелел. Если он был немного прозрачный, то сейчас он идеально белого цвета. Посмотрим, что с ним будет дальше. Сейчас я двигаю ложкой, и он уже не двигается, он прилип к ложке. Он прилип, чернеет. Вот, все, он прилип уже. Вот, смотрите, он горит. Посмотрите, что происходит. Он горит реально с синим пламенем. Боже мой, мне лично уже страшно. Капец, это же, что же такое у нас мы употребляем с едой. Посмотрите, он горит с синим пламенем. Ужас, он хоть не взорвется сейчас? Я включила воду, потушила пламя. Вот, посмотрите, что получилось. Я даже не знаю, стоит ли вообще покупать какой-либо рис вообще у нас. Потому что я только что проверяла рис другой марки, марки Мистраль. В принципе, был тот же самый результат. Я не знаю, мне страшно.